Откуда у вас деньги? Из мешков. Не, серьезно. Я серьезно. Я как-то рано стартовал. Если у нас есть три минуты, я расскажу. Давайте. Я пришел из армии в 88-м году. К тому времени я начал печататься в газетах с 16 лет. Причем не просто в газетах, а в центральных. Не только украинские центральные газеты, комсомольское знамя, вечерний Киев, спортивная газета, молодь Украины, но и комсомольская правда с тиражом 22 миллиона экземпляров. Я пришел из армии в 88-м году. Горбачев издал указ как раз о кооперативном движении. Стало все можно. И мой друг Саша Кушков, который был фотографом киевского «Динамо», говорит, слушай, сборная второе место заняла на чемпионате Европы, вице-чемпион Европы по футболу. Из-за Варова продают в «Ювентус». Давай выпустим два буклета. Значит, смотри, ты пишешь текст, я фотографии. Женя Шамраевский, Оксана Алексюк, художники-оформители. Значит, я договариваюсь сейчас. Тираж делаем, продаем. Налоги все платим. А там по закону о кооперации, по-моему, 13% или 20% налоги. Остальные куда угодно. Он взял крышу, детский фонд имени Ленина. Он договорился со всеми, Саша, и в результате издали два буклета по 100 тысяч тираж, по полтора рубля. Это 200 тысяч, 300 тысяч вау. Я получил свои 7 тысяч рублей. И вложили их во что-то другое? Нет. Это были огромные деньги. Огромные. 150 рублей у папы и мамы была зарплата. Положил на книжку уже. В 89-й год. У меня уже первые 7 тысяч. Дальше больше. Концерты пошли. После того, как было много и нельзя, стало все можно. И по закону о кооперации, вот Николай Гребинок, директор Киев-концерта, мой друг, Валентина Григоренко, его жена, они приглашают молодых ребят проводить эти концерты. Молодых, инициативных, умных, ну, если можно себе так говорить. Там появилось из той плеяды много толковых людей. Михаил Радуцкий, президент фирмы «Борис», экс-вице-мэр Киева. Мы с ним вместе эти концерты делали. И так далее, и так далее. И вот там начались мешки денег. Потому что в квартире стояли сумки, груженные деньгами. Потому что приезжает ДДТ, или Юра Шатунов, Ласковый Май, или Эдита Пьеха, да кто угодно. Мы проводили всех. Полные дворцы спорта. 13% государства остальное. И дальше мне хватило ума. Начали уезжать евреи массово. И у них были квартиры. И государство разрешило продавать квартиры. И я начал покупать квартиры.